То, что касается фирменного стиля и логотипа, здесь на самом деле результаты пока чуть, на мой взгляд, послабее, но я в свое время, ну, задолго еще, когда только начинали открывать свой бизнес, я активно работала. Ну, то есть давайте мы представим, что у меня какая-нибудь кафешка, где я кормлю студентов, например. Я могу здесь вот, это один из сервисов, я вставляю, ну, несколько, чтобы вы немножко тоже поигрались, посмотрели, что вам подходит. Сделает ли этот сервис вам реально логотип, ну, такой уникальный и супер? Нет, не сделает, ребят. Ну, я, по крайней мере, такого активно не видела. Вот, но поможет ли он вам понять, что вы хотите, что вам нравится, что не нравится и куда-то двинуть? Однозначно да. Хотя, кстати говоря, для одной из наших компаний мы получили вполне приличный результат, он нам понравился. Итак, берем, что у нас кондитерские эти, у меня кириллица, домен мне пока не нужен, он говорит, создать название. Я там, например, ввожу какой-то, вот я тут приготовила себе текстик, чтобы не набирать его. Я ему говорю, что вот давай мне Академ, это будет у меня слоган. Он еще предлагает тут использовать какие-то слоги, которые там экологичны, допустим, пускай это будут веселые. И он сейчас начинает выдавать, откровенно говоря, ересь, потому что он делает перебор, да. Академ Роял, вот он говорит, что вызывает доверие. Академ Виро. Это киберакадема, почему бы и нет, например, если это будет какой-нибудь рты. Вот, там какие-то слоги, классический тут Академ Крем, ну, ересь, конечно, Академ Вино, необычные имена выбирает из них. В общем, здесь мы начинаем вот со всем этим крутиться. Окей, я могу что-то выбрать и дальше с этим работать. Дальше я могу создать для всей этой прелести логотип, я выбираю там категорию, где мои пекарни сладости, создать логотип. И он говорит, окей, вот смотри, что я могу тебе предложить. Вот, я использую там тоже название Академ, вот мы кормим, ну, короче, и мы начинаем там выбирать то, что нам более-менее понравилось, если нам что-то понравилось. Сервисов достаточно много, можно покупать, о, я говорю, ок, мне вот это вот подходит. И дальше он говорит, окей, выбери цвет. И дальше, когда мы выбрали цвет, он нам показывает, как это будет выглядеть на фирменном стиле. И дальше я за небольшую денежку могу всю эту историю себе скачать. Вот, и, собственно говоря, у вас оно и все есть, то, что можно отдавать уже вашим товарищам, ну, там, в полиграфию, например, если нам нужно что-то напечатать. Вот таким вот образом эта вся история работает с логотипами и с названиями. Продолжение следует...